Дамы и господа, представляю вам судейскую бригаду поединка. Боковые судьи Дмитрий Болдырев, Симон Стехеев, Роман Петров, рефери Иракли Малозония. Представляю вам соперников. В синем углу боец из Германии, город Ганновер. Ему 32 года, рост 185 сантиметров, вес 90 килограммов, 300 граммов. Профрекорд 21 бой, 19 побед, 10 одержанных нокаутом, 2 поражения. Чемпион Айбио Интерконтиненталь, Артур Мал. Его соперник в красном углу из России, город Екатеринбург. Ему 31 год, рост 196 сантиметров, вес 92 килограмма. Профрекорд 11 боев, 10 побед, 7 одержанных нокаутом, 1 поражение. Чемпион Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, экс-чемпион ВВС Интернешнл. Евгенди... Евгенди... ... Евгенди... Евгенди... Готов? 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 Капу покажи мне. Послуженные списки, возраст, рост, вес бойцов на наших экранах. Тищенко на год младше, на 11 сантиметров выше. Но, так сказать, опыт... Готов? Чуть больше на стороне... Ну, именно по количеству поеденков, да... Ради? Ради? сразу начинает так поджимать Евгений постарался апперкотом там по туловищу отогнать его и острый джеб ну там кстати в интервью перед поединками и Евгений Тещенко и Артур Ман говорили что хорошо изучили друг друга прекрасно знают сильные слабые стороны Тещенко у нас в левше но пока так без ударов за блока старается подсократить дистанцию естественно да дорогие друзья кстати была встреча у этих двух боксеров в Санкт-Петербурге было в 2014 году правда это было еще по любителям и тогда Евгений достаточно уверенно одержал победу и теперь я думаю как бы Артур Ман сосредоточен на том чтобы взять скажем так какой-то определенный реванш опасно опасно там так интересно кстати из угла Артура Мана говорят и на русском и на немецком да кстати а вот я посмотрел и не так просто тогда было в том поединке раздельно тогда где отдали там судья про любительских все еще двойка в корпус была Тещенко тем временем да Артур тем не менее работает первым номером зарядил Самана рванул вперед ну опять это первый раунд их всего 10 поэтому сразу выкладываться наверное выкладывать все козыри а мне кажется пока идет коллега у нас такая разведка от боксеров и тот и другой так одиночными стреляет смотрит что будет старается не сделать какой-то ненужной нелепой ошибки боковой от Мана кстати слева короткий прошел пробивает дальней рукой плотно там Ман но в блок Евгений высоко плотно руки подняты действительно маловато бросает джеб и встречает соперника наверное Евгений Тищенко но опять-таки ну вот вспомнил сдвоенный джеб там такой почтальон был но тоже в блок все хорошо вот тут по хорошо отработал Евгений так чуть-чуть дернул на себя и и смотрит в конце рауна так начали уже включаться ребята а вот это хорошая комбинация от Евгения корпус ну там мне кажется был на месте локоть у Артура есть плечо прикрылся Евгений видел он все это и Тищенко заблокировался в последний момент отличная двойка там а даже и третий удар туда залетел от Евгения и по-прежнему первым номером старается действовать Артур Маан но уже так чуть больше ударов выбрасывает прибавляет пытается прибавлять от раунда к раунду он да через джеб начинает атаки включает джеб Евгений хорошо как встретился с передней рукой Евгений да справа такой боковой прошел у него коротко причем при этом ударил и сломал он там атаку мне кажется Артура Ма взял паузу Артур вот сейчас попытался что-то сделать но здесь неплохо Тищенко от защищался двойка от Евгения но в блок там Маан сразу перекрывается два джеба вот так вот пропустил Артур снова правой прямой туда попадает в плечо Евгению отвечает по корпусу Тищенко да кажется нашел он свою дистанцию такое ощущение и пока неплохо защищается удары у Артура все три вот эти силовые удары Артура попадают в плечи в воздух да блоки Евгения мне кажется он их видит придерживает придерживает здесь Артур трехударная комбинация в блоках Евгения Маан опять спрятался так в стиле немецких боксеров за блок хороший удар навстречу да слева попадает Евгений Тищенко Тищенко снова встречает пока Евгению видимо комфортно работать а вот это контракт здорово пробил защитился и второй атакой там еще успел и цепануть в передней руке Евгений ну да пока Артур Ман ничего серьезного не донесся как таки это всего второй раунд отлично но и Тищенко тоже нужно встречать низковата правая рука у Артура Мана но и как бы интересно попытается ли Тищенко пробить слева туда челюсть опять пытается вот этот в разрез донести подцепил мне показалось там Артур хорошо ой ой по печени подцепил и попал по печени в туловище пропустил хорошо от Евгения третий раунд спас гонг в предыдущем раунде да от нокдауна Артура Мана Артура Мана ну Тищенко спокойно опять на встречу да и снова туда и снова попал нашел брешь в обороне у Артура Мана а это было в первом раунде видно что заготовочка так проваливает чуть-чуть тянет на себя Евгений и хлестка как левша туда бьет по туловищу джеб 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 начинает там набивать сюда в голову Евгений через блок правда старается это делать но опять же старается и не вымахаться того чтобы слишком много ударов просто в блок туда не транжирить Ман за блоком пытается подойти но пока без ударов не дает ему такой возможности провести атаку Тищенко снова начинает немножко тянуть на себя Евгений апперкот повтор и мне кажется сейчас Ман будет опасаться бросать вот этот длинный правый прямой которым он хотел дотянуться до Евгения потому что если он промахивается Евгений очень часто плотно бьет ему по корпусу два точных удара там было и Ман сейчас попытается видимо что-то изменить пошел атаку Артурман но так все по площади просят 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 больше контролировать джебом это Евгения отстреливается джебом Тищенко и клинч но недолгий ничего не оставалось здесь Артуру Манту и он так попытался немножко погорязнить реже стал бросаться вот с этими атаками с передней руки здесь Ман так немножко чаще стал пытаться подходить за блоком то ощущение что он опасается сейчас убрать локти от корпуса потому что вот эти плотные удары по животу все-таки так сбили с него немножко пыл мне разложение нужно менять уровень этажей то есть если оп хорошо Евгений мне кажется понимает что Артур все равно придется идти сюда вперед по крайней мере первую половину боя он будет стараться это делать идти агрессором таким и он тянет его на себя какая разница да по уровню и по стилистике если сравнивать бой Евгения Тищенко с Таби Санчуну и нынешний там Чун тоже работал первым номером но скорость немножко другая даже наверное немножко ну и здесь получается да что пока Евгений Тищенко Артур Ман стилистически удобен хорошо хорошо пока пока да все комфортно мне кажется Евгению ну кстати нужно отметить что Артур Ман достаточно высоко стоит в мировых рейтингах тогда скажем 16 ой 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 снова по корпусу так по шрифку было видно что плотно попадает Евгений Тищенко да пока что в режиме контровика у Евгения растет какая серия два прямых третий сбоку с передней руки за блоком продолжает и пытается давить сейчас Артур Ман там в локоть попал размашисто так же постарался как-то так на излете долетел тот удар и даже в блок был звук такой вот не очень очень плотный но пока не ставят каких-то архи сложных задач в чарту Ман хорошо под руку подцепил здесь Евгений вот против такого блока перкот в дистанцию кстати был бы неплох но сократил Ман наконец-то свою дистанцию но вышел из клинча Евгений Тищенко снова три удара хорошо в разрез но там блок на месте вспомнил про джек Артур Ман ему правда это не особо помогает дотянуться он не может опять начинает контролировать дистанцию здесь Евгений передней рукой при необходимости добавляет дальнюю ну и пока вот Ман честно говоря с этим пока чего-то такого не может сделать как-то подобраться туда отлично опять джебом встретил здесь Евгений кинулся было Ман но так промахнулся с двумя ударами перкот передний хорошо провалил Евгений еще один хорошо чувствует Тищенко вот это вот момент когда он проваливает и наслаивает вторую атаку Ман начал опасаться проваливаться не достает десерт Урман но здесь попал мне кажется на выходе из инсайдер ну так как-то очень скажем так жидко попал то не сам не верит того больше для того чтобы выбросить этот удар и как-то выйти из этого положения но пока Тищенко ситуацию контролирует и так у нас не меняется картина практически начиная с первого раунда уже пятый поединок подходит к экватору хорошо на разрез слева попадает Евгений Тищенко ну и группа поддержки у Евгения да из зала да логично он боксирует дома практически естественно здесь его уже знает ну да практически всю свою карьеру профессиональную удар в Екатеринбурге так оно и есть попал сейчас Ман да дотянулся удалось им это сделать ну вот в таком поединке мне кажется скорость она играет большую роль и пока что вот та скорость которую предлагает Артур Ман она достаточно проходима да коллега мне кажется еще помимо скорости здесь очень важна дистанция он держит соперника постоянно на вот этой дистанции он видит вот это напрыгивающее действие с которым идет Ман постоянно на него вперед то есть сейчас вот был эпизод когда Ман там оказался вроде как на нужной для себя дистанции и тогда он донес свой удар но большая часть времени все равно Евгений держит на нужной для себя дистанции да 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 при этом он понимает что именно из этой дистанции он чуть-чуть потянет на себя и после этого может плотно попасть как два раза он наказал своего соперника ударом по печени да совершенно верно а с нас слишком часто стал Евгений подпускать на такую опасную дистанцию своего соперника двойка хорошо сейчас не уверенно но так все таки постучал по себе там Артурман показал что в принципе я наверное и выдержу эти удары по корпусу но при ведущих два раза показалось что было не очень хорошо после них отлично сбоку боковой да в обувь перчатки да решение немножко так ищенко двойка в блок и смотри перешел тищенко в контр наступление решил сам поработать в первом номере сдавливать ман попятился и повторную атаку Евгений отлично три удара и в корпус туда пролетел и тут же да справа левый боковой ну вот вытащил вытащил из кустов Евгений Тищенко свой пулемет и начал постреливать очередями да и этими очередями уверенно мне кажется забирает этот раз ух хорошо два по голове и тут же по корпусу пробивает Евгений и перестал да он вышел на что хорошо и скорость вот уже смотри скорость предлагает уже евгений тишинга вот это хорошо тяжелый нокдаун 30 секунд всего прошло в шестом евгения тишинка есть куча времени чтобы закончить бой свою пользу нокаутом вопрос успеете вы сейчас выторговать себе время артурман еще немножко мне кажется этим ударом евгений так закрыл тот вопрос по поводу хейтеров которые говорят что у него нет удара я думаю что когда будь из хитера стоит вытесить не будет убедиться продолжая преследовать здесь евгений парень у своего соперника хорошо 2 потолок еще но в принципе достаточно так приемлемо к профессиональному боксу потому что там и логатый артур прижаться что он не знает что сейчас делать прям смотри не кричует и числе череда евгений просто час в режиме такого снайпера выцеливает спокойно выцеливает ждет момента чтобы немножко тянуться вперед но смотри дает время тишинка тем не менее ману восстановиться не летит сразу добивать хорошо удар в корпус опять там был и слышно слышно насколько плотно попадает евгений да все-таки на работу на это здорово он выдержал но пропустил пропустил но выдержал . даже так апперкот чуть-чуть выше поднял евгений апперкот залетел по бороде второй нокдаун за этот раунд а у нас еще целая минута впереди да ираклина лазонья считает артур ману что такое с углом и капа вылетела там видно что ну и как и выплюнул затерли хитрости ветерану до начинает тянуть время медленно долго об отмывают эту капу конечно же да то есть пытается выторговать себе еще несколько секунд а потому что дарья на пропускал кучу посмотрим да что что сейчас хочет сделать все таки артур и тянуть до перерыва подумать что делать потом или броситься как-то немножко отквитаться слава в туловище хорошо попадает ощущение что до своей правой рукой не знает куда же ее поставить на блок здесь артур ман секунд конце шестого раунда непонятно насколько вот сейчас восстановился ман пытается ли попытается здесь немного расстрелять евгений концовка шестого раунда но есть ощущение что увидим мы седьмой все таки да у нас седьмой раунд в предыдущем раунде два раза побывал это послушал как ему отсчитали а мама да да такую разгромный раунд прямо скажем в пользу евгения тищенко 10 7 наверное даже до пытается теперь уже работать по корпусу здесь артур ну у него ситуация пока что плачевная по очкам он точно не выигрывает с учетом нокдаунов если ему побеждать то ему нужен нокаут в принципе время есть у нас сегодняшний мой раунд до чисто теоретически но насколько я помню даже брать всю оппозицию гене тищенко даже не было предпосылок для того чтобы нокаутировать почему его перескучал а у всех остальных там ну то можно вспомнить будет с битлевым кудряшовым но не было шага знаешь такой стратегический момент для того чтобы начать больше попадать автору как минимум надо больше выбросов надо и больше идти вперед потому что на него никто просто сюда близко не подойдет к а если он пойдет вперед то он рискует слова пропустить куда-то там евгений бьет на выбор либо по корпусу либо по голове мы это уже видели вас сегодня вот готовит основательно атаку тищенко так а где повторно домом так практически все не встречает отдал инициативу видимо хочет просто поймать на контратаке где-то так паузу вонзить но не знаю евгений тищенко достаточно просто так и не летит туда наскать все свои атаки он готовит все свои атаки он набрасывает участок вам бросал мне показать вообще там не дотянулся то плотно там удар куда-то ушел там скользь евгений очень хорошо оттянулся назад ну вот так длинные руки здесь должны быть и таскать союзника держи держи на нем на нем постоянно так нависает евгений в то же время где-то самый без удар но задернет один раз про атакует но все равно заставляет не хочешь конечно и роман не то что нервничать одержим в определенном напряжении он не расслабливал поддушивает что называется до постоянно до коллега хорошо опять куда-то излете это так подцепил евгений артур сразу задвигался вдоль каната подчас снова апперкот хорошо пролетел около подбородка но к сожалению для болельщиков евгений тищенко не попал тем временем 7 опускает к его руку подсказывают здесь периодически я пускал обе руки опускают у арту романа все-таки о раунду идут силы сами собой не прибавляли это точно решил так очень рационально восьмой раунд опять начинают раздергивать друг друга так задвигался опять на ногах на таком достаточно амплитудном человеке начал работать артур ман плотно точно так ну и что заплет пищенко манова по надо у него это получается в принципе достаточно не не сложно скажем так это делать евгению смотри еще два джеба и поставил буквально сюда когда там его шоу слева там папа адрес по корпусу туда вобок перчаток так начинает расколачивать открыл игре не знает до конца куда ему ставить блок все-таки правой рукой его будет либо по корпусу и все чаще чаще остается у канатов артур ман снизил он свой активный челнок который был у него в начале этого раунда начал чаще так вставать на ногах ну челнок как-то не не помог ему особо нет ждет 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 артур ман что именно пока непонятно атаки тищенко атаки постоянно присутствует и да как ты знаешь такое ощущение что артур ман ножки не знает не знает что его делать да и как как подбираться вроде надо идти вперед но есть вероятность по плотно пропустить навстречу что и было с ним после одного из такого ударов он оказался в нокдауне да по идее на яд на месте тоже не вариант потому что тут его евгений начинает расколачивать да то есть как-то все плачевно в этом плане для стоять перед высоким левшой лишь а который выше тебя ростом но это тоже не такой вариант от сомнительных единственный вариант рассчитывается лаки панча где-то искать части в атаке при этом риск пропустить навстречу жестко достаточно большое но здесь это бокс хорошо два удара по корпусу локти были на месте там артура но при этом заканчивается восьмой раунд вот огрызается от ума не дотянулся он своим длинным правом прямым откровенно так убегает голь канатов поставил евгений на него корпус хорошего еще правой по туловище который мне показался немножко мантата и подсадил так и снова по корпусу и по голове они практически безответные а эти серии были объявления хорошо два раза воткнул оттянулся на ногах так уже опустил мант откровенно 9 он же предпоследний раунд полностью ситуация под контролем у евгения тищенко не забываем про два нокдауна в шестом раунде по моему это было все абсолютно верно да после этого такой достаточно был у нас спокойный седьмой острый предыдущий восьмой но так такое ощущение что немножко подпустил в концовке своего соперника евгений решил перенести все действия видимо на 10 девятый хорошо двойка поменял угол удара я что-то новенькое бросил и тут же попал левый тут же за ним правой узкий прямой в туловище вот начинает сам двигаться на ногах евгений за счет джеба начинает так не начинает а продолжает здесь держать на дистанции своего соперника там попал кстати man слева и здесь попал на слава правый курс у него там пытается идти вперед man тут же удар по корпусу но увидим хочет тянуть в руку хороший боковой еще один с другой руки здесь от евгения манки щенка готов ли к этой рубке man раз-два там подсказывают ману половина девятого раунда у нас позади в разрез справа и слева от евгения и опять снизила активность артур man раз-два раз-два подсказывают автору туловище дотянулся сам уже мат ответная атака от лиги не последняя минута раунда пошел вперед джебом и в генетиченко и руки попадает манту вот второй удар сразу провалил евгений постарался про корпус чуть ли не первый у нас за бой один из немногих да но в этом раунде точно это первый клинч хороших баллов после обновления падает тищенко пошел под забрать концовку евгений хорошо плотно хотя в этом раунде мне кажется манты твои слова опять туда по корпусу навстречу пробивает евгений в этом раунде у мана были моменты а их было больше чем в предыдущих четырех вот так я скажу да за весь чем больше чем за весь бой может быть даже финальный десятый раунд евгений тищенко артур ман поединок в рамках тяжелого веса весовая категория до 90 килограммов 700 граммов артур ман в черных перчатках и генетиченко в белых соответственно хорошо 2 удара 2 к из которых по туловище от евгения пошел мам перед прекрасным понимать что поединок он с резко проигрывает да и кисла калорийского только ему попытаться где-то рискнуть но надо отметить что так идет пока идет пока вперед тищенко очень аккуратно сторон так осторожен был здесь по подбородку ман попал прямым с дальней руки до 2 уже евгений тут не остался и оттянулся сразу назад перешел к он контрнаступление в гене ти щенка ман на ногах ушел чем ти щенка даже не стала преследовать пытался в корпус попасть тищенко тут же передняя рука а потом еще на лёгких джеба туда дальней рукой а выходе цепляет да чем обедит тищенко туда попытка ударить за блок попытка двойки но там и не точно уже бросает евгений в этом раунде гений не делает мирных меньше чем такое ощущение что в 9 10 так немножко функционально подпросил где-то евгений как то вот решил нам наш не рисковать на тихой волне за можешь где-то накопилось вот эта усталость за весь поединок то что я думаю того за дело который у ти щенка есть его слегка хватит учетом двух наглазе двух нагланов и доминирования в предыдущих всех раундов подряд да и в девятом в том числе и что 10 пока складывается так вот серия тищенко отвечает справа сбоку таким свингом артурман активно поддерживают секунданты здесь артура но просят просят повторять последние практически секунды боя раунда евгений начинает кружить на ногах так красной степи правым боковым пробивает уходит чуть-чуть борьбы и у нас концовка 10 раунда итак по окончании 10 раундов со счетом девяносто девять восемьдесят девять дважды и сто восемьдесят восемь победу единогласным решением одержал евгений of а Шинка!